Всем привет, друзья! Сегодня я покажу тропический лес Масуала, который находится в зоопарке в Сюрихе. Это такая теплица, в которой находятся тропические гигантские растения. Также там есть всякие животные, птицы, черепахи, рыбы, все что хотите. Я уже один раз был в этом зоопарке, но сегодня я решил сводить туда свою бабушку и дедушку. В зоопарке в Сюрихе также есть большие аквариумы с рыбами, которые вы сейчас видите. Это именно морские аквариумы, в которых находятся морские рыбы. Вот, кстати, достаточно интересные рыбы, они стоят на своих хвостах в песке. Издалека они похожи на червей. Здесь вы можете видеть пингвинячий бассейн, в котором живет форель, и искусственные водоросли, как я понял. И пингвины могут ловить этих рыб и кушать. Здесь есть очень много крутых полидариумов. Полидариум это практически то же самое, что террариум, только в нем есть вода. Она используется в основном для змей, либо рыб. Да, да, вот так они в природе. В природе вот так на паре растет. Вот они. Вот, друзья, мы уже заходим в парк Масола, и вы сейчас просто обалдеете. Это крытое огромное теплесо, в которое температура досягает до 40 градусов. Советую вам легко одеться, если вы будете туда заходить, потому что там, ну, очень жарко. Тропический парк Масола был открыт в 2003 году. Это искусственно созданный заповедник на территорию 1000 квадратных метров. Там находится часть тропического леса Мадагаскара, с флорой и фауной этого острова. Сейчас будем подниматься на самую вершину теплицы, там можно просто сойти с ума от жары. Поэтому, если вы плохо переносите жару, то лучше воздержитесь. Мы жару тоже переносим плохо, но мы не воздержались. Мы делаем эту съемку с моста, и под мостом находятся такие грандские растения. Они растут прямо в воде, как вы видите. Эта закрученная лестница ведет на самую вершину теплицы. Друзья, на самой крыше теплицы на трубах мы увидели лемуров. И меня удивляет, как лемуры оттуда не скатываются, потому что трубы достаточно скользкие. Субтитры делал DimaTorzok А вот, друзья, вы сейчас увидите, как люди следят, чтобы в зоопарке никто не брал животных на руки. Ух ты! Какие неинтересные! Просто удивительно огромные деревья находятся в этой теплице. Посмотрите, какие у них большие корни. Кстати, сегодня вы еще сможете увидеть гигантскую ваниль, и она еще будет с цветами. Вот здесь, друзья, я обнаружил какие-то маленькие растения. Мне показалось, что это бульбофилумы. А это самый гаммский бамбук из всех, которых я видел. Просто посмотрите, какой у него огромный и мощный ствол. Здесь, друзья, вы можете видеть, какие птицы обитают в этой теплице. Давайте подойдем и рассмотрим, что находится в этих домиках. В точно таких же домиках люди живут на Мадагаскаре. Вот так, в принципе, здесь ничего интересного нет. Какая-то грязная посуда и все. А вот смотрите, как растет кокос. Этот парк, он действительно потрясающий. В нем можно ходить просто часами. Если бы я вам начал показывать все растения в один день, мне бы не хватило бы и дня на эти съемки. Вот перед вами инсталляция, как можно загрязнить окружающую природу. Вот киоск, в котором выращивается рассада. Очень прикольно выглядит. Друзья, здесь есть также панорамный кинотеатр, в котором можете себя ощутить, как в лесу. Вот. Я вам прийти, этот паник. Вот перед вами стоят гигантские игрушки, которые можно купить в магазине Масуала. Здесь есть также много сувениров, брелков, я себе взял два тюленя брелка и подарил маленького слона, бабушке и также еще и попугая. Эти фигуры просто стоят очень дорого, средняя цена 350 франков. Но как вы видите, они обалденные, если поставить такую у себя дома, в интерьере они будут смотреться просто очень обалденно. Все они интересные. Это брелка из камня, из колокольца. Жерелье есть несколько раз. Это уже детский сад. Почему? Может здесь есть классный? Тебе можно. Давай тебе вот такой возьмем. Ух ты, попугай, очень красивый. Кстати, калибри мне нравится, смотри. Давай тебе. Вот калибри классные. Сколько денег? Кстати, вы можете себе на память купить такую крутую яркую змею. Можете себе ее на память где-то на шкаф повесить, либо на дверь. Она смотрится тоже очень красиво и достаточно дешевая. Здесь продается даже вот такой мох. Настоящий высушенный живой мох. Также на память вы можете себе купить красивую футболку с изображением какого-то животного. Друзья, а вот перед вами жираф практически в натуральную величину. Вот перед вами ассортимент в столовой. То, что можно было купить, покушать. Морковка, салаты, каша. В принципе, ничего такого особенного. Друзья, вот я вам обещал показать натуральную ваниль. Вот она, это ваниль. Ваниль, кстати, ваниль, это орхидея. Смотрите, какие у нее красивые цветы. Да, Никита. Вот еще подробнее вы ее можете рассмотреть. Здесь бегала утка с утятами. И мне дед сказал, что, скорее всего, их даже не высиживали. Потому что здесь температура до 40 градусов. А так растет растение оленей рога в природе. При выходе из теплицы можете послушать голос кита. Друзья, площадь зоопарка просто огромная. Здесь есть много зон для отдыха. А вот эта вся территория предназначена для жирафов, носорогов, себр, косуль и также страусов. Мой дед заинтересовался, как в этот зоопарк могли доставить такие огромные камни. Если думаете, что это настоящий Баобаб, то это не так. Он делался из бетона. Сейчас я сдалекаю. Субтитры делал DimaTorzok Зевера. Зевера. Ой, какие они. Ой, ну у них такие интересные полоски. Слушай, они такие прям обычно толстые. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В прохладную погоду жирафы находятся в помещении. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Видит aka TORZok Смотрите, у них там. Доми ротил дессу и разв视елся Бумаги вз PhD И там она родилась. Ты крутые. Это слепаки называются. Видите они, лисые. Конечно. Это их. Картошки. А что они лисые? вот эти гроты очень поражались моему деду с бабушкой вся вот два белых насторога отдыхают им тут реально круто не боюсь сейчас подходит подиht подиht посмотрите какой череп был он просто гигантский сейчас мы зайдем в помещение там где живут славны и посмотрим в каких условиях они там живут такие как террариумы сделали там очень круто подойдите ощущение как будто вы под водой посмотрите какие здесь огромные заросли монстры сегодня мы не прошли даже половины зоопарка потому что территория зоопарка очень огромная поэтому когда вы будете приезжать вам надо будет прижать хотя бы несколько раз чтобы все обойти а и потеплило потеплило он и повылазит очень смешных обезьян мы увидели раньше мы их не видели вы можете просто ими полюбоваться и понаслаждаться он привыкший скакать он писал чтоб они его не трогали видишь смотри с малым на спине и там и маша пьет воду смешные друзья чем меня зацепили эти обезьяны тем что у них такая длинная шерсть как будто ее им уже чесали и покрасили и 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 что